Продолжаем выпуск. Прежде чем сажать деревья, хорошенько подумайте о последствиях. Такой необычный совет всем горожанам дают жильцы 18-го дома по улице Криворужская. Полвека назад старожилы их дома посадили несколько тополей, а сегодня, как уверяют представители МЧС, огромные деревья создали аварийную ситуацию. При малейшем ветре ветки обламываются, падают на провода и газовую трубу, которая проходит под деревьями, а корни начинают рушить отмостку здания. Больше пяти лет жильцы пытаются найти организацию, которая бы спилила деревья. Однако убрать тополя отказываются даже за деньги. Тамара Чуп без слез уже не может рассказывать, сколько бед ей натворил тополь. Сюда пенсионерка переехала 7 лет назад. Говорит, даже не подозревала, что корни дерева могут доставить столько хлопот. Квартира моя разрушается. Все в корнях. Непосредственно близость расположенной деревья, корневая система портит отмостку и строительные конструкции, скажем, здания так. По словам жильцов, тополя растут в опасной близости от электропроводов и газовой трубы. Пять лет назад во время урагана один из тополей упал на дом. Тогда только чудом никто не пострадал. Теперь, рассказывают жильцы, при малейшем ветре оставшиеся тополя стараются обходить стороной. О, веточки летят, то котыр залетит и в окна бьет. Только успевай убирать. В 58-м году эти дома построили. И им столько же лет. Садили военные, то, чтобы красиво было. Вот посадили, вот они выросли за 50 лет. И теперь дают прикурить нам. Избавиться от деревьев жильцы, по их словам, пытаются уже больше пяти лет. Бессильным оказалось и руководство Прежа, которое отвечает за этот дом. Мы обращались в течение последних пяти лет во все инстанции. В частности, отказывается. Даже за деньги, да. Сегодня территорию вокруг дома огородили. Отпилить деревья приехали представители МЧС и альпинисты аварийно-спасательного подразделения «Кобра». Обратить внимание аварийных служб на их проблему помогли депутаты, говорят жильцы. Хочется сказать огромное спасибо Александру Вячеславовичу Богуслаеву, который в течение двух лет тоже добивался снесения этого дерева. Как отмечают специалисты, спиливать тополя они будут частями несколько дней. По словам представителя МЧС, во избежание несчастного случая во время работ здесь будет дежурить аварийная машина. Контроль за завершением всех работ взял на себя депутат горсовета Александр Богуслаев.